Основные ошибки в сексе, которые совершают мужчины, оставшись один на один со своей девушкой. Друзья, это второе видео из нашей серии. Сегодня мы вам расскажем о том, какие ошибки совершают мужики. Как мы обещали, за ваши лайки Анжелика сегодня будет топлесс, она будет без бюстгальтера. Так вот, смотрите это видео внимательно, потому что мы собрали еще несколько очень важных ошибок, которые способны отпугнуть от вас любую девушку. Не переключайтесь и смотрите до конца. Итак, друзья, меня зовут Александр Самсонов. Я эксперт по построению отношений и мужскому стилю. Или со мной моя замечательная подруга Анжелика. Первая ошибка в сегодняшнем хит-параде – это неумение расстегивать женский бюстгальтер. Да, я знаю, ты можешь думать, что она сама расстегнет, да, или на месте ты разберешься. Но если вы уже прям все в страсти, да, и ты 30 секунд, 40 минут мучаешься этим бюстгальтером, это станет довольно скучно для девушки. Конечно, она сама расстегнет, но очень важные элементы ее страсти для тебя будут потеряны. Мастера расстегивают бюстгальтер за одну секунду несколькими пальцами одной руки. Так что сначала научись это делать двумя руками, чтобы максимально быстро расстегивать бюстгальтер. Потом научись это делать одной. И девушку приведет в экстаз твое умение максимально быстро и классно ее раздевать. Ошибка номер два, о которой мне рассказывало огромное количество девушек. Это то, что в момент, когда вы уже занимаетесь самым приятным делом, да, вы в одной постели, и девушка уже близка к финишу, близка к оргазму, ты вдруг начинаешь резко менять темп. Допустим, ты двигался очень быстро, и тут ты понимаешь, что она кайфует, да, она начинает кричать, и ты такой, ну окей, можно и помедленнее, да, расслабимся, немножко покажу, что я умею. Это большая ошибка, потому что ты срываешь для девушки самый большой кайф, самый главный пик наслаждения. Никогда так не делай. Дождись того, что она уже скрикнет, все там, у меня все отлично, я кончила, и тогда уже меняй скорость, да, или делай что-то новое. Правильно я говорю? Ребята, никогда не останавливайте свои фрикции, двигайтесь до конца, пока ваша женщина не начнет кричать от наслаждения. Абсолютно верно. И мы переходим к пункту номер три. Это неприятный запах. Если от тебя пахнет неприятно в каких-то местах, да, то девушку это будет отталкивать на психологическом уровне, она даже не будет понимать, почему, но ее просто будет от тебя отталкивать. Не вариант брызгаться там какими-то духами, да, потому что запах они твой не перекроют. Обязательно сходи в душ, используй дезодорант, и после этого наноси духи. Для девушки запах это очень важный параметр, который она оценивает. Поэтому будь вкусным везде, чтобы это было для нее дополнительной причиной сблизиться с тобой прямо сейчас. Так вот, друзья, чтобы такого не случалось, обязательно душ, гигиена, будьте красавцами, чтобы от вас всегда вкусно пахло. Как от Саши. Окей, пункт номер четыре. Это отсутствие чистого постельного белья. Я понимаю, парни, что для вас, в принципе, хватит и стола или ковра для того, чтобы заняться с девушкой сексом. Но женщины, они создания более, так скажем, брезгливые. Им необходимо, чтобы все было чисто, чтобы все было гигиенично, чтобы она точно знала, что она там нигде не испачкается, да, ничем не заразится. Шелковые, красные, простыни. Все любят разные. Например, Анжелика любит шелковые, красные простыни. Учитывайте это при знакомстве с ней. А, в принципе, достаточно любого чистого, выглаженного постельного белья. Потому что у многих парней бывали ситуации, когда они приводят девушку домой, а чистого белья нет. Да, они сажают ее, допустим, на диван, либо на кровать, который без белья. Естественно, девушка начинает морозиться, хотя до этого все было хорошо. Не совершайте их ошибку, чтобы не попадать в такие нелепые ситуации. Правильно? И купите красные, простыни, шелковые. Можно их. Ошибка номер пять, довольно распространенная ошибка, быть слишком быстрым. Да, я знаю, что для некоторых парней секс это как будто спринт, это забег на 100 метров. Но для девушек секс, ну, опять же, для большинства девушек, да, есть девушки, для которых там хватит двух-трех минут, и они скажут, все, слушай, когда ты закончишь, мне пора идти. А большинство все-таки девушек, для них секс это забег скорее не спринт. Длинная дистанция. Абсолютно верно, это марафон. Поэтому они будут ждать от тебя неких действий, ну, точно не на минуту. Я тебе рекомендую продолжать секс ровно столько, сколько хватит девушке для того, чтобы полностью удовлетвориться от секса и полностью получить удовольствие. Иногда это бывает действительно три минуты, иногда не хватает и получаса. А иногда это вся ночь. Иногда это вся ночь. Такая уже наша работа. Если в этот момент ты вдруг подумаешь, нафига вообще мне эти девчонки, да, там целую ночь потеть там, все какие-то упражнения, нафиг оно мне нужно, я тебя понимаю, можешь выключить это видео прямо сейчас. Ну, а для остальных, парни, оставайтесь, мы идем дальше. Итак, пункт номер 6. И он, в принципе, связан с предыдущим пунктом. Ошибка мужская в том, что вы выпускаете девушек из спальни неудовлетворенными. Если девушка вышла из спальни неудовлетворенными, хорошего от нее ничего не ждите. Да, она может в следующий раз просто не поднять трубку. Она может подумать, что она тебя не возбуждает, да, что ты не можешь там принести ей какое-то удовольствие. И тогда, конечно, если за ней ухаживают другие парни, она начнет смотреть в их сторону. Поэтому секс заканчивается в тот момент, когда девочка, она полностью счастлива, она получила весь кайф, когда она говорит, я больше просто не могу. В этот момент ты можешь чистой душой понять, что твоя работа закончена, ты выходишь из спальни, да, и можешь спокойно отдохнуть. В идеале, конечно, сексом необходимо заниматься так, чтобы линзы вылетали из глаз, шмякались об окно, чтобы соседи кричали вместе с девушкой, да, выходили с вами вместе на лестницу перекурить и спрашивали, парень, где ты так научился. И это есть очень важный секрет удовлетворения девушек. Тогда девушки будут бегать за тобой просто табунами и не будут давать тебе прохода. Правда? Конечно. А расскажи мне, насколько важен качественный секс вообще в жизни девушки? Ну, я думаю, он занимает первое место. Если вы готовы стать для девушки номер один в ее жизни, вам просто необходимо давать ей качественный секс, парень. Запомните это. Еще любовь и забота. Да. Друзья, я знаю, что многие из вас, кто смотрит это видео, некоторым из вас 35, некоторым 20, кому-то 14. Я специально даю... Кому-то 55. Кому-то 55. Я специально даю эту информацию для вас, чтобы вы понимали на самом деле всю правду, потому что в фильмах или от рассказов друзей вы наверняка этого не узнаете. Я хочу, чтобы вы, даже начиная с самых ранних лет, уже росли с мыслью о том, как правильно себя вести с девушками, в том числе, как правильно вести себя с ними в постели. Это единственная мысль, зачем я все это делаю. Поэтому слушайте дальше, внимательно слушайте мои советы и применяйте их в жизни, а мы идем дальше. И финальная ошибка номер 7. На самом деле она довольно неочевидная. Ошибка заключается в том, что после секса девушка не видит то, что ты получил кайф и по-настоящему насладился. То есть, если она считает, что даже ей было очень хорошо, но она не видит то, что тебе с ней было офигенно, то, что ты получил реально кайф в постели, она будет думать, что с ней что-то не так. Может быть, я толстая, может быть, у меня целлюлит или прыщный носок. Ты представляешь, сколько вещей проносится в голове у девушки в этот момент. То есть, после секса обычно девушка думает, а почему он молчит, что он думает обо мне, понравилось, мне понравилось, как произошло, может, я где-то что-то не так сделала. Мужчина же, он просто лежит, смотрит как бы наверх и думает, о, муха, как она держится вообще на потолке, как она не падает. Вот этим мы отличаемся от женщин, потому что мы к этому относимся проще. Твоя задача показать девушке, что тебе было очень хорошо с ней во время секса, что ты реально испытал кайф, что это был лучший секс в твоей жизни. В этот момент она будет абсолютно спокойна, что она тебе нравится. Она будет чувствовать себя богиней красоты. Именно, ты придашь ей очень много сил, и она просто не сможет от тебя отстать. И в следующий раз просто от тебя не слезет, будет сама тебе названивать и сама просится с тобой еще раз увидеться. Да. Анжелика, ты можешь что-то дополнить парням, которые хотят стать мастерами в плане секса? Мальчики, будьте смелее, будьте страстнее, шлепайте нас по попке и называйте сучка. Я тебя хочу. Да, парни, это были советы от моей замечательной подруги Анжелики. Ставьте лайки внизу этого видео, я надеюсь, вам очень понравилось. Чем больше лайков мы соберем, тем быстрее мы поймем, что вам нравится такой формат видео, потому что очень много вопросов приходит про секс. Будет много лайков, мы снимем для вас новые классные видео с Анжеликой про секс, а также про остальные другие сферы жизни мужчины, которые вам понравятся. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки прямо сейчас, пересылайте друзьям, делайте так, чтобы они тоже лайкали. И обязательно подписывайтесь на канал, потому что у нас для вас еще куча классного контента, куча классных видео. Нажмите на кнопку подписаться и рядом с ней на колокольчик. Я вам обещаю, что вы Анжелику еще увидите, не пропустите с ней видео, это будут очень горячие классные выпуски. Что ты хочешь сказать напоследок? Мальчики, я жду ваших лайков. Она ждет. До встречи, ребята, в новых выпусках. Смотрите, нас с вами было очень классно. Спасибо. Bye.